Всем привет! С вами канал Артмания. И мы с вами собираемся в путешествие. По названию вы, наверное, все поняли. Вот такой вот у меня рюкзачок. Я думаю, что он вам что-то напоминает. Ну, должен что-то напоминать. Напишите в комментариях. Напоминает вам, наверное, вот это. Мой старый рюкзачок. И вот такой же вот новый. Ой, да-да-да, вы угадали. Я купила новый рюкзак для путешествий. Ну, скорее всего, не то, что для путешествия. Именно на зиму, чтобы ходить зимой. Блин, он настолько удобный. Не знаю, это вообще просто что-то с чем-то. Так. Ну и, конечно же, давайте посмотрим его. Здесь, конечно же, у нас есть внизу кармашки, да? Я делала уже обзор на тот рюкзачок. В принципе, вы все знаете. Здесь вот прям вот фольга. Ну, такая по типу фольги. Короче, классная штука. Вот. Для блогера, допустим, такой рюкзачок – это просто супер. Также я не убрала этикеточку. Здесь есть какой-то там код, не помню, как он называется. Вот. Я думаю, что если кому-то понадобится, можете через экран попробовать его отштриховать. Или как это сделать, называется, не помню. Вот так вот вам покажу. Так. И мы с вами, конечно же, эту дырку убираем. Вот. И стоил он 1200. А тот стоил 1350. В 150 рублей разница. Я думала, что это акция. Также, конечно, я была в магазине, я купила не только это. Я купила еще и Диме подарочки. Купила ему такие вот леггинсы. Они, блин, они такие теплые, классные. Вот это вот как раз нам реально с ребенком не хватало. Именно, чтобы вот не то, что одеть, допустим, колготки. И потом нога никуда не влазит. А именно вот отдельно. Это удобно. Ну, это ладно, это я так уже. Что ж ты стоишь-то, господи. Так, ну ладно, пусть лежит он так. Ну, и две маечки. Это уж я вам просто покупки заодно покажу. Такие вот. Я мужик. Нам такое нужно было летом. Ну, вот он, наверное, как раз летом будет ее носить. Немножко большого размера в садик нам. И вот такая вот. Поймай меня в садике. Это прямо у нас будет актуально очень. Кто знает, наверное, смотрели ролик. Он классный. Короче, здесь вот один минус. То, что в том рюкзаке, допустим, вот этот вот провод, он прячется отдельно. Отдельно, то есть там под молнией, то тут никакой молнии нету. Вот он виден. Можно это убрать, будет дырка. То есть, ну, вот она вот тут вот заряжается. Можно зарядку, телефон там положить. Ну, короче, блин, это удобно тоже. Это очень-очень удобно. Здесь много, куча вот разных карманов. Тут вот для ключей, кстати. Я ей одно время даже пользовалась. Сейчас перестала. То есть, вот здесь вот есть карман, который под молнией. И вы знаете, что у вас 100% никто не сбежит, ни флешка, там ничего. Вот. И также вот там внизу. Внизу вот с этого стороны есть такой вот длинный карман. То есть, ну, туда можно, допустим, что-нибудь положить такое, которое часто пользуешься. Деньги, кошелек там может быть. Какой-нибудь тоненький, но он в спине. Да, спине немножко мешает. Ну, и, конечно же, вот тут вот тоже карман. То есть, чтобы не лезть в рюкзак полностью, можно просто здесь вот расстегнуть. Вот. И, соответственно, вот здесь тоже есть молния. Здесь у меня вот в том рюкзачке у меня лежат там пакеты. И там по женской части всякие причиндалы, которые могут понадобиться, но очень-очень редко. Ну, и, конечно, тут вот у него очень классные вот эти вот лямочки, как они там, не знаю, правильно называют. Ну, ладно, не в этом суть. Мы с вами сегодня его будем собирать. Собирать. Мы будем с вами собираться к поездке готовиться. И вы будете вместе со мной. Что-то он не стоит. Самое первое, конечно, мы берем паспорт. У меня там же Полюс и Снилс. На всякий случай. Вот. Кладем туда. Я потом все это примерно разложу. Беру я также спрей для носа. Кто знает, у меня аллергия. И я его тоже обязательно беру. Кладу, кстати, вот здесь вот маленький мешочек. Ой, Господи. Отверстие нет. Кармашек маленький. Так. Также мы берем маски. Я возьму, наверное, еще маски даже. С того рюкзачка. То есть маски нам обязательно пригодятся. Мы их обязательно берем. Вот. Положиваем его сюда. Тут сбоку. Так. Ну, поскольку, конечно же, я блогер, да. И мы, конечно же, естественно, с вами берем флешки. Карта памяти, кто как это называется. У меня их целых 4 штуки вот таких вот. И плюс пятая штучка у меня вот внутри этой камеры стоит. То есть они по 64 гигабайт. Я беру все абсолютно. Потому что если вдруг я буду снимать очень много, чтобы я не переживала. Ой, а вдруг у меня памяти не хватит. Вот. Ну, я думаю, что эти у меня запакованы, что мне их не придется даже распаковывать. Я их кладу сюда вот. Так. Плюс вот она у меня распакованная уже лежит в этой штучке. Я ее беру. Так. Здесь у меня еще одна флешка. Это от другой камеры. Я беру вторую видеокамеру на тот случай, если первая, моя любимая, вдруг отключится, сядет батарейка. Я не смогу где-то ее зарядить. Вот. Потому что, мало ли, в жизни бывает все. То есть я беру еще вторую камеру. И для нее тоже флешка. Так, а, еще одна. Еще одна флешка. Это для первой камеры. Так. Также я возьму еще USB-входы. Такие вот. Они пустые. Здесь 8 и 16 гигабайт. На всякий случай, сейчас у меня карта памяти слишком много не хватит. Потому что я сейчас в последнее время стала снимать очень много. Разные фоны. И, конечно же, там для вас я тоже хочу попытаться заснять фон. Не знаю, как там получится. Вечерние вот всякие фоны. Там пейзажи всякие. Вот. То я еще возьму такие две флешки. Если не будет хватать места, то, возможно, там не разрешат перекинуть. Их туда. Туда, сюда, туда. Оттуда вам. Так. Также селфи-палка. Вот она же. Я на нее накручиваю видеокамеру. Допустим, когда себя снимаю, мне так удобнее. Или если нужно, допустим, записать ролик выше меня. Допустим, через забор. У меня такое было. То я тоже записываю на нее. Ну и телефон, допустим, сделать селфи. То есть вот эта вот штучка. Вот. Их мы берем. Также вторая камера моя. У меня вторая камера Canon. Она на самом деле первая, но я ей уже не пользуюсь. Она лежит для таких разных случаев. Если вдруг, допустим, куда-то в путешествие пойдешь, она бывает периодически нужна. Допустим, одна видеокамера заряжается, а другая свободная. И надо срочно что-то заснять. То есть я беру вот эту. Правда, я потом путаюсь, в какое время, что там было заснято у меня. Вот. Но все равно. И для нее, конечно же, зарядка. Так. Это у нас аккумулятор вот этой камеры, которую я на данный момент снимаю. Я его еще проверю, заряжен он у меня или нет. И также мой фотоаппарат. Старенький. 13 лет ему. Конечно, я сейчас уже фотографирую на него очень-очень-очень мало, очень редко. Но все равно. Его я тоже возьму. У меня тут, кстати, он поцарапанный. Вот. Он тоже может пригодиться. Его мы вот так сюда кладем. Так. Батарейку мы кладем сюда. Так, конечно, также нужно взять расческу. Блин, ну она такая огромная. Так много места занимает. Надо все-таки посмотреть какую-то поменьше. Пилочка на всякий случай, если я вдруг ноготок сломаю. Блин, она тоже такая гигантская, такая толстая. Но она легкая. Так, конечно же, зубная паста. Сейчас вы, наверное, мне скажете, Наташа, она же у тебя пустая. Нет, она не пустая. Еще вот тут вот чуть-чуть есть. Я специально такие пасты, когда у меня паста начинает заканчиваться, я ее откладываю для таких вот моментов. Чтобы не тащить с собой полный тюбик, там, тяжеленный. А наоборот, чтобы вот осталось там совсем чуть-чуть. Что-то мне почистить зубы, по-моему, 3-4 раза всего. Ну да, 4 раза почистить зубы. Мне как раз этого хватит. Мне кажется, даже останется. В конце отпуска мы с вами посмотрим, осталось или нет. Вот. Так. Также, поскольку там будет сильный ветер, соответственно, я беру для губ. Чтоб они у меня не обветрились. Беру так. И... А! Обезболивающее. Но еще должен муж купить. У меня 2 штучки всего осталось. Так. И самое главное. Самое-самое-самое-самое. 2 главные. Это у меня такой вот крем массажный. Крем массажный. Это если, допустим, когда у меня ноги сильно устают, начинают зудеть, болеть на следующий день. Ну, вернее, мышцы болеют. То такой крем мне очень-очень помогает. Или когда спина начинает болеть, тоже очень помогает. Прям очень классная такая вещь. И, естественно, лидокаин. Лидокаин. Это у нас обезболивающее. Допустим, зуб, когда разболелся, можно им побрызгать и спокойно покушать. То есть, не думая ни о чем. Или, там, не знаю, какая-то рана, допустим, болит у вас. Ее тоже можно побрызгать. И какое-то время спокойствия пожить. Не думая ничего как бы об этом. Ну, в основном, да, это зуб. Он там еще есть. Он, кстати, у меня просроченный. Но он до сих пор реально работает. Он как-то надолго очень хватает. Какого он? А, он до 15-го года. 5 лет уже как просроченный. Но он работает. Ну, как бы он помогает. Я думала купить новый, но он еще полный, наверное. И, естественно, из него вот сама штучка лежит. В такой штучке другой. Так. Здесь у меня просто в таком тюбике лекарства. Это у меня, если ногу сведет, вернее, пальцы сведет, если судорогой. Вот я их с собой ношу. Тоже возьму. Так. Да, зубную щетку нужно будет еще положить туда. И все. Это вот у меня все лежит в такой вот классной косметичке. Ее я тоже с собой беру туда. Также я еще с собой беру блютуз наушники. Если мне будет совсем скучно и нечем будет просто заняться, чтобы хотя бы послушать музыку. Их я тоже уже зарядила полностью. Все хорошо с ними. Подвезти не должны. От них провод тоже возьму. Также у меня телефон. Для него зарядка. Зарядка для видеокамеры вот этой, которую я снимаю. И внешний аккумулятор. Это самая тоже такая главная вещь. Ею можно заряжать и наушники, и даже, кстати, вот эту видеокамеру. Я пробовала, заряжает. И как раз вот этот вот штекер, это будет очень-очень удобно. Что сюда вот засунул, допустим. Там вот он заряжает этот внешний аккумулятор, да, лежит в кармашке. Отсюда вот торчит провод. И дальше вы идете там гуляете. Так. А здесь у меня чек. Сюда я уже ничего класть не буду, скорее всего. Они останутся пустые, чтобы они не торчали. Здесь я в этом кармашке положу сосучки. Много-много-много сосучек. Их я, наверное, в принципе, покажу, может быть, потом сосучки. И еще осталась бутылочка с водой. Я ее положу, потому что на всякий случай, мало ли, если мы с Женькой бутылку не найдем. Или у него будет, скорее всего, своя, а у меня своя. Наверное, я тогда размеры немножечко побольше возьму, да, бутылку. Потому что, мало ли, в путешествии в любом случае захочется попить. Да, также у меня еще останется кофе я с собой возьму. Стакан-ложку. Салфетки влажные. Это обязательно. Я туда водку залила прям в них. Раньше я как-то по-другому делала. Кстати, на них есть отдельный ролик, как они делаются. Здесь уже чуть-чуть отклеивается. На них вот такая вот наклеечка, наклеенная, это я наклеила. Сопровождающаяся тем, что они с водкой. То есть, блин, они в путешествии реально нужны. Руки хоть и помоешь, но пока дойдешь до кухни, уже где-нибудь все равно руками что-нибудь дотронешься. Руки опять грязные. Я не могу с грязными руками сесть за стол и кушать. Вот таких мы берем салфетки три. А, в таких четыре и еще плюс две другие. Они пойдут, наверное, к Жене в рюкзак. Вот, их я положу тоже потом в мешочек и тоже их уберу. Так, стакан у меня вот такой вот, простоквашина. Когда-то был куплен давным-давно вместе с ложечкой. И также я еще беру две шоколадки. Ну, если вдруг мне вечером захочется покушать сладенького, вкусненького чего-нибудь, я его перекушу. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Всем пока-пока.